здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня что в сегодняшнем видео я вам хочу представить несколько способов набора петель это не все конечно же способы которые существуют что я изучила то вам показывать первый способ это классический набор петель одеваем на указательный большой пары вот так вот этими тремя пальчиками нить я держу всегда вот так вот придерживаем спицы 2 вместе вводим под нить сверху и вот так вот оттягиваем нить якобы отпускаю по чуть-чуть вводим в образовавшуюся петлю и захватываем вторую нить отпускаем с пальчика и затягиваем сразу получается у меня две петли далее повторяем отходим влево указательный палец в образовавшуюся петлю вводим спицы и захватываем вторую нить затягиваем кто-то делает первую петлю узелочек но я делаю вот таким вот способом это первый классический самый обычный способ и на образце я вам покажу как он выглядит вот смотрите этот классический простой способ выглядит таким вот образом вот резинка прекрасно выглядит с таким набором петель резинка один на один видите резинка 2 на 2 платочная гладь платочная гладь при при любом наборе она скручивается такой вот варит вот такой вот первый первый способ двигаемся дальше второй способ точно так такой же но я вот таким вот образом нить набора я складываю пополам и начинаю вязание там где она то есть вот эту нить которую я оставляю всегда для набора петель я сто я отмеряю в два раза больше складываю пополам и одеваю на пальчики вот таким вот образом вот этот конец у меня находится вот здесь вот и обычным способом так как я и делала я набираю петли пока болтается все теперь вот этот кончик остался здесь и набираю петли точно таким же способом но только на этом пальчике большом у меня две нить сложено вдвое для чего это нужно это нужно для уплотнения края все то же самое только сложили нет вот такой вот более объемный получается набор петель вот образец где я набирала двойной нитью видите он выглядит более объемным хотя у меня здесь вот нет ни потоньше но все равно видно да видно что здесь вот такой вот более такой объемный кантик здесь его нету вот это и есть вот этот способ двойной нить за третий способ я вам покажу вот он выглядит шикарно мне очень нравится этот способ видите такой вот он край он очень хороший будет для шапок где край нам у нас должно быть красивый я специально провязала образец видите резинка 11 резинка 2 на 2 прекрасно выглядит лицевая гладь прекрасно выглядит с этим набором классическим способом захватываем нить левой рукой все тоже за первый раз я делаю все то же самое первые две петли а следующую петлю я перебрасываю нить с большого пальца обратно сначала у нас она вот так вот находится далее вот так и то есть перевернутая как бы нить одну петлю нормально вторую петлю перевернута из вот этой вот дырочки одну петлю классическую отсюда вторую петлю отсюда чуть-чуть надо заморочиться с этим узором но вот тут важно как бы вовремя менять потому что я видите я как бы иногда путаю какую я провязала вот когда мы набираем видите вот такие вот прям по 2 петелечки они получаются разделены эти петли видите какая красота и потом уже вязание они очень красиво выглядят так что кому нужен красивый край изделия обязательно пользуйтесь этим способом я кстати очень долго про него не знала далее набор петель при помощи крючка этот способ нужен если мы вяжем ровное полотно допустим и нужно нам забрать на рукава либо любое другое как бы в основном я пользуюсь вот в простых моих изделиях я забираю петли то есть если вы вяжете ровное полотно и тут вам нужно добавить если добавлять классическим способом нужно привязать нить а вот этот способ очень хорошо подходит именно для такого момента где нужно петли добрать но я думаю вы видели уже некоторых моих видео этот способ я привязываю нить делать привязываю нить можно сделать первый либо так либо классический крючком первую петлю ну а если у вас будет вязание то у вас соответственно эту петлю не эту нить не нужно привязывать и она у вас будет в вязании уже так и теперь нить я одеваю перебрасываю поверх спицы захватываю за спицы и протягиваю в петлю снова перетягиваю вот если мы продолжаем и таким способом вязание вот рабочие нитью мы взяли крючок и вот так вот таким способом забрали все петли набираем столько сколько нам нужно последнюю петлю с крючка мы одеваем это же ее считаем вот такой прекрасный набор петель вот такая вот косичка получается кстати нет узелков сзади при как при классическом наборе да мы набираем петли и у нас тут получается дорожка из узелков здесь у нас со всех сторон одинаково выглядит вот видите вот она эта косичка которая набрана при помощи крючка то есть косичка идет вот здесь вот по центру а узлов у нас нет ни на лицевой не на изнаночной стороне это хорошо знаете в каком случае вот этот способ и предыдущий вот этот годится когда шапка с отворотом да и нам нужно чтобы красиво было с одной и другой стороны при классическом наборе для этого хорош этот способ когда нам нужен вот такой вот отворот это красиво смотрит должно смотреться вот так вот это смотрится с отворотом вот такой вот у нас способ так следующий девчонки у нас способ при помощь опять же при помощи крючка кстати почему я этот способ я его не не нашла в интернете это я придумала сама для одной моей знакомой которой у меня была подруга такая уже давно сейчас она конечно научилась она вязала она умничка научилась она вязала но вот не получалось у нее набрать петли все она не могла пальцы сложить она всегда приходила ко мне чтобы я и набрала петли на именно на деталь да на рука на вперед на спинку и я для этот способ именно придумала для нее чтобы ей было проще вот набираете цепочку из количества петель которое вам нужно допустим я наберу 10 раз два четыре пять шесть семь восемь девять десять вот теперь берем спицу последнюю петлю одеваем на спицу и вяжем первую петельку я оставляю вторую из 2 я вытягиваю вытаскивая по одной петле кстати этот способ девчонки тоже можно взять двойную нить можно взять контрастную вяжем дальше все наши петли набраны хотя здесь получается давно довольно внушительные такой видите как уже как бы ну по сути это один провязанный уже ряд первый ряд поэтому это не набранные петли это уже провязанный ряд вот он этот способ при помощи крючка край некрасивый с ним получается это я откровенно честно откровенно говорю использовать его желательно только в тех случаях видите какой он только в тех случаях где у вас этот срез будет спрятан то есть зашить или где-то он будет замаскированным как каким-то образом следующий на способ девчонки так предназначен для вязания резинок вот такой вот чтобы был фабричный край чтобы добиться как бы эффекта фабричного края для этого нам нужно две пары я делаю узелок любым удобным способом до 1 давайте сделаем вот так вот обматывая три пальчика захватываю вторую нить и затягиваю такой узелок теперь складываем две спицы вот так вот параллельно на дальние спицы у нас остается этот узелок и теперь просто мы две спицы обматываем вот таким вот образом число петель у нас должно быть нечетное так вот так и заканчиваем мы на вот этой первой спицы то есть мы с нее начинали мы здесь закончили теперь переворачиваем таким вот образом то есть это спица у нас с которой мы начинали остается внизу и протягиваем ее протягиваем и вяжем эту спицу на которую у нас на одну петлю меньше вяжем лицевыми петлями таким образом смотрите чтобы здесь у нас это спица петля не перекрутилась так вот такая она и должна быть видите не перекрученная довязываем до конца ряда теперь протягиваем спицу на эти петельки которые у нас внизу меняем местами теперь вяжем эту половину тоже лицевыми петлями довязываем до конца теперь протягиваем смотрите обе спицы протягиваем на эти две половинки петель вот так вот у нас должно получиться теперь складываем пополам и будем вязать 3 спицы то есть для чего нам нужны были спицы первую петлю мы снимаем с дальние спицы это у нас будет кромочная с передней спицы мы вяжем лицевую задней спицы мы вяжем изнаночную таким вот образом чередуем с передней спицы лицевая с дальние спицы изнаночная будет трудно но она стоит того девчонки итог того стоит и это пет первый ряд трудные дальше будет вот так вот потихонечку продвигаемся лицевая и последняя изнаночная вот такой вот край смотрите прекрасный красивый краешек вообще шикарная резинка для шапок можно для чего угодно девчонки и для свитеров для низа чтобы красиво все это выглядело вот такой вот способ следующий способ делаем узел любым удобным вам способом вернее делаем одну петлю любым удобным можем завязать можем сделать вот такую вот эластичную на ваше усмотрение как вы любите как вы привыкли делать и из этой петли вот она на спицы я из этой петли вытаскиваем еще одну петлю и одеваю ее на спицу эту него не не снимаем опять же вытащила отдела передвинула вытащила отдела передвинула то есть я ее даже не снимаю с правой спицы видите это по сути тут же тоже цепочка которую я делала крючком на этот способ у меня образца нету я сейчас пару рядов провяжу потом вам покажу вот так вот они выглядят эти петелечки часть я вам провяжу и покажу вот так вот девчонки это выглядит смотрите обычный набор петель ничего как бы никакого чуда не случилось обычный набор вот давайте продолжим теперь у нас называть его итальянский набор петель не знаю насколько он итальянский захватываем нить то точно так же как мы вначале в классическом способе захватывали хватаем одну нить теперь будем делать вот таким вот образом перекручиваем ее теперь здесь у нас нет нет наверху значит нам нужно ввести крючок сюда захватить эту нить и вытащить как бы теперь вводим крючок сюда захватываем переднюю нить вытаскиваем вот так вот по очереди сюда как бы вытаскиваем то же самое как мы набираем но только без захвата она получается видите как получается один раз сюда один раз сюда мы захватываем нить а этой как бы обволакиваем ее и все мы не затягиваем узелка мы здесь не делаем только вот так вот этот способ очень хорош для резинки надо заморочиться немного но край резинки у нас получается очень симпатичным потом смотрите вот как это выглядит на спицах видите теперь вот она моя рабочая нить здесь я завяжу и начну вязать резинкой один на один вот аккуратненько первый рядов очень аккуратненько потихонечку теперь смотрим видите вот здесь явно выражено что это лицевая петля и и мы провязываем лицевой здесь она соответственно изнаночная для лицевой глади этот способ будет не актуальным девчонки ничего нет я считаю не получится красивого и вот так до конца ряда я сейчас провяжу пару рядов и покажу как получится по сути получилось то же самое что и на этом способе способе только нитки здесь у меня потоньше здесь потолще вот смотрите прекрасный шикарный край но способ проще чем этот я считаю но и этот в принципе не такой уж сложный но если совсем уж не хочется заморачиваться то этот способ вообще смотрите для шапок вообще отличный край для шапки вот смотрите из толстой пряжи как это выглядит шикарно следующий способ я не люблю я не люблю но но чем первая петля у нас первую петлю делаем скользящую потом далее таким вот образом на палец накидываю нить и вот так вот набираю захватываем затягиваем захватываю затягиваем этим способом я раньше пользовалась когда надо было в этом в полотне которые в котором нужно добрать петли я пользовалась этим способом но я его не люблю почему потому что он очень эластичный но он годится для тех вещей которые допустим нам нужно чтобы край был эластичный то есть для вещей которые трансформеры да и нам нужно чтобы полотно было максимально таким гибким эластичным я сейчас провяжу допустим чулочная гладью и покажу вам этот край так что я вам его показываю а вы имеете ввиду вот именно где вы может шаль какую будете вязать или шарф но только набирать по длине спицы или сну петли допустим узор какой-то и вам нужно было что будет чтобы этот край был как бы работающий то есть максимально эластичным чтобы вы могли чтобы это изделие функционировала так как должно поэтому показываю девчонки имейте ввиду смотрите как выглядит этот способ довольно симпатично но как как для края неприемлемо но для изделия где но должен быть эластичный край вот даже где в рулечек замотать очень даже ничего так что имейте ввиду следующий способ девчонки берем нить классическим способом от клубка у нас здесь обрезанный конец здесь так вот первые петли я вытягиваю теперь вот эту нить с указательного пальца подхватываем сзади опускаем и затягиваем нить с большого пальца то же самое подхватываем отпускаем затягиваем так чередуем затягиваем в принципе делаем то же самое что я делаю перед этим но только по очереди с двух нитей вот она косичка тут такая симпатичная теперь я вам провяжу сейчас кусочек и покажу смотрим мои хорошие как это выглядит видите какой это край получается тоже довольно симпатичный такой рублик валик получается симпатичный вот такой вот способ следующие все знамки намки по сути ничего не произошло с лицевой стороны очень красиво моя резинка будет красивая вот зря я не попробовала ну как есть далее девчонки следующий способ что смогла подготовила образцы теперь следующий способ труб в интернете он называется трубчатый набор петель так первым делом беру спицу с по массы с при помощи вспомогательной нити это не основание вспомогательная набирают петли петель набираю половину количество которое мне нужно он допустим если мне нужно 20 петель я наберу 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 давайте 20 чтобы 45 чтобы вам хорошо было видно так есть 20 петель теперь беру нить основного цвета и вяжу лицевыми петлями все петли кромочные здесь нет вот так вот держу обе нити и провязываю лицевой лицевыми петлями первый ряд лицевыми теперь поворачиваемся изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями тоже провязываем все петли кромочных у нас нет провязываем все лицевой ряд вяжем так и четвертый ряд последний перед смотрите что мы делаем первую петлю теперь она у нас будет кромочная я ее снимаю и хватаю вот смотрите на есть вам видно вот за эту между петлями зовут этот петелечку видите она здесь у меня между между двумя голубыми вот эту перемычку и одеваю на спицу и провязывая ее лицевой далее провязываю со спицы изнаночную вот эту перемычку снова поднимаю и провязываю лицевой изнаночная лицевая и так до конца ряда видите так и конец ряда вот смотрите последняя петля и конец ряда смотрите последняя петля провязываем изнаночная так вот так вот смотрите это выглядит теперь я вяжу резинку 11 нами и как и посмотрим вот смотрите провязала я чуть-чуть резинкой уже она все видно теперь мы эту вспомогательную нить мы просто ее отсюда вытащим хорошо легко вытаскивается можно иголочкой можно спицей тоньше как я чем вам удобно можно крючочком так вытаскиваем ее до конца вот так вот выглядит этот способ смотрите очень красивый и законченный край получается рекомендую им пользоваться а на этом девчонки я с вами прощаюсь пишем свои мнения про новую рубрику в комментариях и еще если интересно девчонки пишите мне как какую тему следить для следующего видео вы бы хотели видеть вот 10 способом допустим чего-то чего не знаю скажите вы все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока забыла сказать ставила лайки подписываемся на канал все пока и а а Продолжение следует...